Всем привет! Меня зовут Артур Шарифов, и в этом приветствии вас ничего не смущает. А как вы думаете, было бы корректно при встрече с представителем внеземной цивилизации спросить, как его зовут? Стоит ли пожать ему руку или лучше будет воздержаться? Почему мы так активно готовимся и думаем о том, что будем делать при встрече с инопланетянами? Давайте попробуем в этом разобраться. Когда мы говорим об излюбленных так называемыми учеными-уфологами темах, первым делом лучше всего включать режим скептика. Не вестись на все подряд и иметь в виду только научные данные. Какие вообще шансы, что хоть где-то в области теоретической досягаемости может зародиться жизнь? Шансы огромные. Согласно уравнению Дрейка, количество внеземных цивилизаций в нашей галактике, сигналы которых мы могли бы получить, составляет 4 тысячи. 4 тысячи, Карл. Так, где они? Может, тут нет? Тут их вроде тоже нет. Может, здесь? А тут? А что ты ищешь? Внеземные цивилизации. Почему мы их до сих пор не нашли? И почему они не нашли нас? Серьезно, Земля это шикарная. И, как вы могли заметить, пригодная для жизни планета. Любая цивилизация, даже с вполне себе скромным арсеналом технологий, достаточно быстро колонизировала бы всю галактику. Разумеется, в приоритете у них были бы планеты, жизнь на которых в теории может зародиться. Так это же мы. Вот, смотрите, мы здесь. Парадокс Ферми. Тот факт, что на Земле нет пришельцев, является убедительным доводом в пользу того, что их нет во всей галактике. Весьма спорные утверждения, особенно на контрасте с уравнением Дрейка. На самом деле, парадокс Ферми – это классная штука. Если бы ни одно «но». Ферми никогда не говорил ничего подобного. Да, в этом парадоксе действительно есть какой-то смысл. Только вот с именем великого ученого это все будет звучать гораздо правдоподобнее, не так ли? Видимо, так же подумали и в НАСА. В 1981 году, закрыв программу по поиску внеземных цивилизаций. И несмотря на неоднократные попытки восстановить программу СЭТИ, с тех пор государственные средства больше никогда не выделялись на поиск инопланетян. Тем не менее, большое количество ученых и частых инвесторов все еще верят в это. Действительно, ведь тот факт, что мы до сих пор не исследовали морское дно, не говорит о том, что нас не существует. Это говорит о том, что у нас до сих пор нет достаточных средств и достаточных технологий, чтобы это исследовать. Если бы вы были разумным обитателем морского дна, в тех местах, где еще не бывал человек, вы тоже подумали бы, что людей не существует, раз они до сих пор к вам не пришли. Это не так. Объективно, люди существуют. Например, я, ну или вы. Но есть еще один факт. Пришельцев у нас на планете нет. И нет никаких признаков того, что они здесь когда-либо были, чтобы там не рассказывали по РЕН-ТВ. Более того, у нас нет никаких объективных оснований полагать, что они уже к нам летят. Несмотря на это, мощнейшие на данный момент телескопы направлены во все стороны. 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Мы мониторим ближайшие окрестности нашей планеты с целью увидеть, заметить. Но что если проблема не в том, куда мы смотрим, а в том, когда мы смотрим? В одной из последних статей журнала Cosmology and Astroparticle рассматривается вариант, при котором жизни вовсе не нужны звезды вроде нашего Солнца. Во Вселенной есть огромное множество других звезд, более тусклых и легких, чем наше Солнце. Их намного больше. Но проблема в том, что для появления жизни на таких планетах требуется гораздо больше времени. Но вероятность зарождения жизни на них в тысячи раз больше, чем на планете, подобной нашей. Вы представляете, насколько сильно нам повезло? С другой стороны, получается, что мы живем слишком рано. Мы слишком рано начали искать внеземные цивилизации. Если эта гипотеза верна, то распространение жизни во Вселенной не начнется еще триллионы лет после нас. Но это все гипотезы. Более или менее достоверной эта информация станет через несколько десятков лет. После более глубокого анализа атмосферы и состава планет. Атмосфера – это один из самых важных факторов, которые влияют на зарождение жизни. Но подумайте вот о чем. Ведь даже сам факт зарождения жизни совсем незначительно увеличивает шансы, что здесь появятся разумные существа. Реальность, к сожалению, сурова. В последнее время появляется все большее доказательство того, что когда-то Венера была обитаема. Около двух миллиардов лет назад на Венере мог сорить вполне себе умеренный земной климат. Вплоть до бескрайних океанов, как у нас здесь. В каком такой вариант, да? Круто, да? Нет. Где они сейчас? Это говорит о том, какое будущее в теории может ждать нашу с вами планету. Через несколько миллиардов лет она может превратиться вот в это. Загорать, конечно, станет проще. Только вот легче от этого не станет никому. Если бы жизнь на Венере достигла уровня цивилизации межпланетарного масштаба, то рано или поздно они бы догадались, что загорать становится все проще. Солнце все ближе, а климат все хуже. То есть жопа близко. Как вы думаете, куда бы они отправились первым делом? Правильно, на ближайшие планеты, жизнь на которых вот-вот сможет зародиться. Для венерян такими планетами были Земля и Марс. Это говорит о том, что даже если жизнь на Венере действительно когда-то зародилась, она не успела эволюционировать настолько, чтобы понять, что Венера слишком близко приближается к Солнцу. И что скоро никто не сможет выжить. Они этого не понимали и не ждали. А даже если и ждали, то ничего не смогли с этим поделать. Я понимаю, что мое заявление про Венеру может звучать ненаучно, поэтому я оставлю ссылку на научные статьи, посвященные данной теме, в описании, чтобы вы не пустословили в комментариях, а могли сами убедиться в том, что такая гипотеза существует и имеет основания. Мы пока не знаем, действительно ли была жизнь на Венере. Но мы точно знаем, что жизнь может попросту не успеть эволюционировать настолько, чтобы обрести масштабы галактической империи. Мы, например, пока еще до этого не доросли. Не прошло и 100 лет с тех пор, как мы отправили первое серьезное сообщение в космос. Во вселенском масштабе это ничего. Даже если где-то в соседней галактике есть планета, жизнь на которой встает от нас на пару тысяч лет в развитии, то, скорее всего, никаких сигналов они не посылали. Пока не посылали. Нам остается только ждать. Ну, либо лететь самим. Вот и посмотрим, кто будет первым. А теперь давайте перевернем страницу и глянем на это все немножко с другой стороны. Что если они уже рядом? Вот готовятся к нам прилететь и через 10-15 лет мы с ними встретимся. Важный фактор взаимодействия людей с людьми это язык. Каким-то образом нам с вами нужно уметь передавать друг другу информацию и свои намерения. Любая развитая цивилизация должна иметь что-то вроде языка. Но сможем ли мы его изучить или хотя бы разобраться в его структуре? Несмотря на то, что мы все личности и у каждого может быть свое мнение, с которым нужно обязательно считаться, кроме этого есть еще одна единственная объективная истина. И эта же объективная истина является объективной истиной и для любой другой цивилизации. Речь идет не о каких-либо предрассудках, верованиях или мнениях конкретного народа, конкретной цивилизации. Речь идет о космической информации. Мы живем в одном мире и в одной вселенной. И космическая информация является для всех нас единой. Если цивилизация достигла такого серьезного уровня развития, чтобы летать на другие планеты, то поверьте, она что-то дознает о космической информации. Отличаться это будет всего лишь способом подачи. Наша задача будет чисто математическая. Искать эквивалентности. То есть попытаться понять, каким образом они определяют то или иное устоявшееся понятие в нашем языке. Наиболее популярный на сегодняшний день подход к изучению языка, когнитивный подход, базируется на том, что семантика, то есть смысловое значение структурных единиц языка, куда важнее, чем синтаксис, то бишь самоостроение. Если взглянуть на нашу с вами планету, то можно заметить, что организмы имеют поразительное сходство, даже несмотря на то, что развивались в совершенно разных условиях. Например, глаза у многих животных появлялись независимо друг от друга, даже несмотря на то, что у определенного вида в эволюционной ветви никогда и не было глаз у предков. Когнитивный подход дает нам надежду на то, что языки инопланетян и наш с вами язык будут взаимно понятными. Даже самые сложные структуры нашего с вами языка создаются из определенных фиксированных строительных блоков. Понятие прошлого и будущего объекта и субъекта являются общими для всех видов. Другое дело, что если внезенные цивилизации будут превосходить нас на несколько этапов развития, то это будет выглядеть приблизительно так, как будто вы пытаетесь общаться с муравьем. Ну, то есть это будет не очень удобно ни для нас, ни для них. Еще один важный момент. Мы слышим звуки только в диапазоне от 16 Гц до 20 кГц. Общаемся же мы с вами на частоте от 80 до 250 Гц. Это очень ограниченный спектр звуков. На самом деле мы не слышим большую часть того, что происходит не только в космосе, но и на нашей с вами планете. Но, скорее всего, пока что нам это и не нужно. То же самое касается того, что мы с вами видим. Но это может оказаться роковым фактором, если к нам прилетят пришельцы. Причиной таких ограничений являются особенности нашего развития в определенных условиях. Разумеется, у пришельцев эти условия были совершенно другими. Вполне возможно, что они будут пытаться передать звуки на частотах, которые попросту не слышны уху человека. Если вообще будут пытаться передавать звуковые волны. Но это уже совсем другая история. У нас уже есть приемники, которые способны улавливать инфразвуки и ультразвуки, которые человек попросту не слышит. Это говорит о том, что со временем и эту проблему мы решить сможем. Мое личное мнение, мы должны продолжать искать внеземные цивилизации. Если мы найдем более развитые цивилизации, то они помогут нам с вами развиваться быстрее. А если мы найдем уже давно вымершие или мало развитые цивилизации, то они вполне возможно тоже смогут нас чему-то научить. Лучше учиться на чужих ошибках, чем на своих. Это поняли еще венеряне. Что ж, если вам понравилось это видео, то обязательно поставьте большой палец вверх. Если это видео соберет большое количество пальцев вверх, то обязательно будем продолжать тему, посвященную космосу. Нам с вами, поверьте, еще есть о чем поговорить. Обязательно заходите ко мне в инстаграм. Там, кроме того, что можно следить за моей жизнью, можно узнать еще и мое мнение о многих интересных вещах. Возможно, найдете ответы на те вопросы, на которые я не успел ответить на стриме, если эти вопросы вас очень интересовали. И еще одна интересная новость. Недавно я делал коллаборацию с каналом Let's Cook Show. Это канал, посвященный кулинарии. Ну а также там есть передача Let's Drink Show. И поскольку я большой эксперт в алкогольных напитках, на самом деле нет. Меня пригласили побыть барменом, так что мы с ведущим Валентином там приготовили несколько очень интересных экстравагантных коктейлей. Вообще я не пью, и на то есть объективные причины. И если хотите узнать эти причины, то обязательно посмотрите это видео. Ссылка есть в описании. И также в конце там есть тонкий намек на то, что на том канале еще и выйдет интервью со мной. Там я тоже отвечаю на пару-тройку интересных вопросов. Так что, если вам интересно, заходите и подписывайтесь на его канал. Ну и обязательно гляньте видосик. На этом все, ребята. Всем пока!